У наших восточных соседей в Тюмени суд покрал обязательными работами 47-летнего пролетария Вензелинского завода керамических стеновых материалов, который снял на мобилу гибель молодого рабочего, своего коллеги, оператора технологических установок 22-летнего Максима, которого в январе этого года на производстве затянуло в конвейер. Точнее, между днищем бункера и ленточным конвейером тело несчастного изломало, и он умер от жутких травм. Зрелый годами работяга страшное видео выложил в одном из мессенджеров. Сообщив подробности трагедии, ролик разлетелся по соцсетям, а пролетарий оказался на скамье подсудимых по уголовной статье о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия. Подсудимый с обвинением согласился и даже покаялся, хотя, вероятно, в душе до конца так и не осознал своей вины, ведь он не хай по радио это сделал. Рабочий хотел привлечь внимание к проблемам с соблюдением техники безопасности на производстве, но с формой огласки явно перестарался, за что и поплатился. По судному решению его ожидают 200 часов обязательных бесплатных трудов в свободное от работы время. А у погибшего молодого рабочего остались жена и маленький сынишка, которому руководство предприятия сразу после трагедии обещало материально помочь и слово свое сдержало. К слову, один из бывших работников этого самого предприятия еще тогда, в январе, в комментариях порталу 72.ру о предполагаемых причинах заводской трагедии выразился так, цитата, «Неисправность перегрузки оборудования гонки за объемами». Так происходило не только на месте ЧП, но и на других участках предприятия.